Любовь и книги. Почти неделю чебоксарцы дарят библиотекам печатные издания. Акция приобрела солидный масштаб. Подарки приносят связками, коробками. Но в библиотеке говорят, классики много не бывает. А раскраски и журналы передадут детям социально-реабилитационных центров города 14 февраля. Международный день книгодарения. Маленькая часть семейной библиотеки, прочитанные и перечитанные классики. В руках, как выяснилось, все не унести. Подарки Александр Семенов упаковал в коробку. Истинным книголюбам трудно расстаться с бесценными произведениями. Но перед искренним интересом будущих читателей трудно устоять. Накопил, начитал. Берем Куприянов, Достоевский, Пушкин, Евгения. Ой, вот дайте мне, я хочу выучить Евгения Анигина. Можно заберу? Конечно. Они вроде бы старые книги, но для кого-то это новая история. Это лучший материал, нежели в электронном варианте. Потому что книга имеет душу. Новенькие и редкие экземпляры на показ. Стареньким – скорая книжная помощь. Здесь у нас, смотрите, выставлен стенд с самыми такими книгами редкими, которые были подарены нам жителями нашего города. Жалко, конечно, что некоторые книги, они приходят нам в растрепанном виде. Но мы стараемся поддерживать эти книги в хорошем состоянии, сами ремонтируем. А в библиотеку имени Маяковского книги несут и несут. Про акцию дарения прознали местные шахматисты. И не применули поделиться прочитанными сборниками. Это «Унесенный ветом». Классика зарубежная. Дарят книги с любовью по всей России и в других странах мира с 2012 года. Чебоксары к масштабной акции присоединились во второй раз. Причем она идет две недели. А кульминация назначена на 14 февраля – Международный день книгодарения. Эта акция у нас стартовала с 1 февраля. И буквально, представляете, в этот же день к нам позвонил детский сад номер 14 города Чебоксары. С удовольствием решил принять участие в этой акции. На следующий день к нам уже толпа детей вместе с руководителем принесли книги в дар библиотеки. Раскраски и журналы передадут детям социально-реабилитационных центров города. Остальные книги будут хранить в фондах библиотеки. Сегодня они пополнились еще и авторскими сборниками стихов. Я в вашей библиотеке частенько беру книги интересные читая. Хотелось бы тоже поделиться своим творчеством с читателями в вашей библиотеке. Очень приятно. Дорога – это нелегка. Река мгновений быстротечна. Плывут куда-то облака, Неспешно догоняя вечность. Я пишу на различные темы. Это космос, спорт, Философская лирика, любовная лирика. Также пишу о городах, путешествиях. Сборники попали в добрые руки. Это факт. Здесь они не затеряются и найдут своего читателя. Вот так библиотека соединяет сердца, мечтающих познать и жаждущих поделиться. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.